Как восстановить работу органов пищеварения после приема курса антибиотиков? Всегда, если вам назначают курс антибиотиков, то вам также назначают курс пробиотиков. Если сказать просто, то антибиотики выжигают абсолютно все живое, что есть внутри нас. То есть все бактерии, все микроорганизмы, которые попадают на пути антибиотиков, они уничтожаются. Пробиотики – это наборы бактерий, которые необходимы для нормальной работы кишечника. То есть когда работают антибиотики, они убивают разную заразу внутри нас, но также убивают и полезные бактерии. Если продезинфицировать наш организм полностью, убив все абсолютно микробы, которые там есть, то мы умрем. Мы не можем жить без бактерий. Поэтому очень важно как можно быстрее восстановить баланс микрофлора кишечника. Потому что микрофлора кишечника – это 70% работы ваших органов пищеварения. А пищеварение – это все. Потому что не будет у вас нормального пищеварения. Вы не будете получать витамины, минералы, микроэлементы, белки и все остальное, в чем нуждается наш организм. Наш организм постоянно обновляются. Клетки умирают, клетки восстанавливаются, их нужно с чего-то строить. Чтобы брать этот строительный материал, мне достаточно просто проглотить еду, которая красиво разложена на тарелочке и приятно смотрится на фотографии в Инстаграме. Эту еду нужно еще переварить и усвоить. Так вот, без сбалансированной микрофлоры кишечника еда усваиваться не будет, она не будет расщепляться. И, соответственно, мы будем кормить свой унитаз, а не себя. Поэтому очень важно как можно быстрее восстановить микрофлору кишечника. Скажу сразу, что нет какого-то волшебного лайфхака, секретного секрета, гениально простого совета, который вот так вот раз и поможет вам восстановить микрофлору вашего кишечника. Если вы ищете такие советы везде и во всем, то это весомая причина, чтобы пересмотреть свое отношение ко всему. Потому что халявы здесь точно нет. Вот если где-то она есть, то в работе системой пищеварения ее точно нет. Если вы ведетесь на какой-то простенький лайфхак, то в лучшем случае вы можете получить какие-то результаты на коротких дистанциях и иллюзию, что вот эти результаты будут расти по мере повторения вот этих лайфхаков. Но на самом деле эти короткие результаты быстро заканчиваются с вашей силой воли и мотивацией, и дальше оно не идет никуда. Поэтому нужно понять, что восстановление работы органов пищеварения – это длительный процесс, это процесс постоянный, непрерывный, который состоит из множества мелких деталей. Не скажу, что это такой прям очень сложный процесс, но нужно понимать, что вы делаете, нужно понимать, как вы делаете, нужно чувствовать, как откликается ваш организм на те или иные действия. И постоянно за этим следить, выполняя ряд несложных фишечек. То есть просто вам должно быть на себя не пофиг. Потому что даже если представим, что вы какими-то волшебными лайфхаками восстановили работу со своей системой пищеварения и потом на это забили, то вы вернетесь к тому, с чего начали. Итак, если вы принимали антибиотики, то нужно принимать пробиотики, чтобы восстановить свою микрофлору. Пробиотики содержат наборы полезных бактерий. Это способ восстановить баланс нужных нам бактерий в кишечнике в нужном количестве за короткое время. Можно, в принципе, обойтись и без пробиотиков, но я считаю это глупость, потому что нет смысла терять так много времени. К тому же пробиотики абсолютно безвредны. Если сравнивать их, конечно, с антибиотиками, потому что антибиотики выжигают все живое внутри вас, а пробиотики просто дают вам те бактерии, которые у вас и так есть. И если антибиотики принимать можно только в самом крайнем случае по назначению врача, и то, если вам врач их назначает, то нужно пойти к другому врачу, чтобы убедиться, что они вам на самом деле нужны. А с пробиотиками все по-другому. Можно их принимать для профилактики после стрессов, после переездов, после смены кормовой базы. То есть, если вы жили в СНГ, переехали в Австралию, там, где вместо говядины едят кенгурятину, либо в Африку, либо в Китай. То есть, чтобы ваша микрофлора быстро подстроилась, перестроилась под новую кормовую базу, вот в идеале включить пробиотики, тогда вы намного быстрее включаетесь, перестраиваетесь, и ваша система пищеварения эффективно переваривает ту пищу, которую вы ей даете, и таким образом ваш организм получает все нужные питательные вещества в нужном количестве. То есть, понятно, пробиотики – это самое первое, что нужно делать, но это далеко не все. Также нужно еще сбалансированно питаться. То есть, запомните 4 ключевых позиции, которые должны у вас быть в рационе. Это мясо и другие виды животного белка, это фрукты, овощи, зелень, это каша, гречка, кукурузная каша, рис, овсянка и тому подобное, и это вода. Вот эти 4 позиции должны быть постоянно, каждый день в вашем рационе. Если вы питаетесь печенюшками, кофе, бургерами и чем попало, то даже принимая пробиотики, толку будет мало, потому что пробиотикам нужно чем-то питаться. То есть, вы закинули в свой организм наборы полезной бактерии, но им нужно размножаться. То есть, каждый вид бактерий питается каким-то отдельным видом пищи. И чтобы восстановить микрофлору, нужно кормить эти бактерии, то есть, давая им какой-то свой вид пищи. Бактерий внутри кишечника человека несколько килограмм, то есть, это все индивидуально для каждого. И понятно, что вот эта малепусенькая пилюлька, и вырастить это, допустим, 10 пилюлек вы принимаете на протяжении 10 дней, либо больше, вот, и, ну, понятно, что там не 10 килограмм и не 1 килограмм. То есть, поэтому очень важно правильно питаться, сбалансированно питаться на фоне приема пробиотиков. Также очень важно соблюдать правильный режим дня. То есть, ночью спать, днем бодрствовать, утром на улице делать прогулку, вечером на улице делать прогулку, днем на улице делать прогулку, не сидеть много за гаджетами с утра, не лезть сразу же в телефон. Когда вы только проснулись, не надо идти сразу пить кофе, нужно привести себя в порядок, нужно поесть нормальную еду, нужно принять душ, и после этого можно выпить кофе. Если вы пьете кофе на голодный желудок, он перебивает аппетит, дальше вам не хочется ничего есть, потом вы не понимаете, хотите вы съесть или не хотите. Ну и в итоге проходит день, вы питались кофеечком, печенюшками, и может быть съели бургер, либо поели в лучшем случае один раз в день, чувствуя себя паршиво, ну и микрофлора ваша никак не будет восстанавливаться. Поэтому очень важно правильно и сбалансированно питаться. Также на фоне правильного сбалансированного питания нужно включить элементы режима дня, то есть сон, прогулки и тому подобные вещи, о которых вы знаете, но не делайте. И в идеале еще добавить правильные регулярные тренировки. То есть что это дает? Физические нагрузки запускают потребность в ряде пищевых позиций. Соответственно у вас появляется здоровый аппетит, вы интуитивно чувствуете, что вам нужно съесть, вам захочется больше мяса, либо больше фруктов, либо больше какой-то углеводной пищи, и еда, кстати, будет намного вкуснее, и таким образом вы будете быстрее восстанавливать микрофлору своего кишечника и, соответственно, работу органов пищеварения. Итак, подытожим, что нужно делать. Первое – это пробиотики. Второе – это сбалансированное питание. Третье – это режим дня. Четвертое – это тренировки. Если вы все это будете делать, прислушиваясь к своему организму, а не просто исполняя, что попало, ощущая, то есть отслеживая, как организм ваш откликается на те или иные действия, чего нужно больше, чего нужно меньше, то есть вам должно быть просто на себя не пофиг, то довольно быстро вы восстановите свою микрофлору. У вас поменяется. Ну, вы будете по-другому просто ощущать окружающий мир. И дальше нужно этот процесс не прерывать и постоянно жить в таком режиме. И чем дольше вы будете все это делать, тем больше вы будете накапливать здоровье, вы будете сильнее, вы будете выносливее, вы будете стрессоустойчивее, вы будете меньше болеть и так далее, и так далее, и так далее. И помните, что следить за собой нужно не тогда, когда у вас все очень плохо, а тогда, когда у вас еще все хорошо. Если у вас сейчас все очень плохо, то нужно дойти до уровня, когда у вас все хорошо, а потом это все поддерживать, и вы будете накапливать здоровье, силы, энергию и позитивчик. На этом все. Я надеюсь, вы поняли ту мысль, которую я вам пытался донести. Желаю вам хорошо работающей микрофлоре кишечника, крепкого здоровья, позитивчика и много улыбчивых людей вокруг вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!